Сегодня на базе Центра Тувинской традиционной культуры и ремесел прошла благотворительная акция «Поможем сохранить здоровье наших детей». Врачи Республиканского противотуберкулезного диспансера совместно с сотрудниками районных центральных больниц в рамках акции обсудили вопросы профилактики и выявления туберкулеза в ранних стадиях, в частности, у детей. Для этого проводится у нас акция. В основном, если мы не улучшим ситуацию среди взрослого населения по заболеваемости туберкулезом и по распространенности туберкулезом, естественно, будут болеть наши дети. Поэтому все вырученные средства пойдут на развитие нашей хирургической службы и на внедрение метода клапанной бронхоблокации в результате повышения эффективности лечения среди взрослого населения. «Снизится удельный вес больных с активными формами туберкулеза, с заразными формами туберкулеза и, соответственно, у нас будет больше шансов снизить заболеваемость среди детей и подростков. Поэтому мы акцию так и назвали». По данным медицинского учреждения, за последние несколько лет наблюдается положительная динамика во выявлении туберкулеза на ранних стадиях. Самыми лучшими на данный момент является Авюрский район, где число больных снизилось до 7 человек. Что касается детей, на лечении в диспансере находится более 50 маленьких пациентов. «Детское туберкулезное отделение находится в городе Козырье, рассчитано на 65 коек. На сегодня в отделении находится 52 ребенка. Получают лечение дети от нуля до 18 лет. И если старше 18 лет, если подросток является учеником, учащицей школы, тоже у нас получают лечение. Получают лечение у нас дети со всей республики. Это одно такое отделение, рассчитанное для детей и подростков. Вот такое отделение у нас. И отделение у нас организовано для лечения детей с туберкулезом. Раньше у нас отделение было только для органов дыхания. А сейчас, последние три года, мы лечим детей с туберкулезом в сейх локализации». Отмечается, что мероприятия по борьбе с туберкулезом продлятся в течение двух месяцев, в рамках которого будут проводиться мероприятия. В трудовых коллективах, организациях, а также в общевыразовательных учреждениях республики пройдут лекции и беседы по теме туберкулеза. Также в этот день будет установлена передвижная флюорографическая машина, где любой человек может пройти рентгенобследование.